Кукшетау приступили к очистке реки Хлшахта. Без должного ухода водная артерия в центре города заилилась и заросла камышом. Местные власти говорят, что чистят ее регулярно, но жители недовольны результатом. Мои коллеги в регионе продолжат. Хлшахты когда-то считалось украшением города, но год за годом дно реки поглощает ил и она превращается в болото. Запах отвратительный. Не прогулять здесь, вечером не прогуляться, ничего. Детям не нравится здесь. Эта зона очень симпатичная, но очень портит этот вид, ужасный вид. Вот эта вонь, вот эта тина, вот эта вся грязь. Во-первых, надо очищать, чтобы здесь рядом школа, дома строят. В городском Акимате уверяют, чистка реки проводится регулярно, но для ее спасения нужны более серьезные меры. В прошлом году на удаление иловых отложений и благоустройство набережной из местного бюджета потратили 800 миллионов тенге. Очистили 800 метров, посадили деревья. Однако болотные растения выросли снова, а саженцы не прижились. Тысячу кубок мусора вывезли оттуда, с этой речки. Лодки, нанимали лодки, четыре лодки, вывезли тины. Это было вот порядка две недели назад. Это четвертая акция будет проводиться в это лето. По словам представителей местной власти, подрядчики сдадут объект на баланс Акимата только через три года. Высохшие саженцы они обязаны заменить. А за еление Калшакты экологи связывают с коммунальными проблемами города. В первую очередь это талыми водами. Ил заносится с полей перед городом Акштау. И, соответственно, в городе отсутствует ливневая канализация. Все дождевые, талые воды напрямую текут в речку. В этом году очистили еще один километр речного дна. Потратили 635 миллионов тенге бюджетных денег. Но гарантировать результат работы специалисты не берутся. Между тем, горожане обеспокоены, что река окончательно превратится в отстойник сточных вод. Вероника Боярова, Абзал Болтабаев, Виктор Поляны, Хабар 24, Акмуринская область.